Привет, меня зовут Юлия, я фотограф. Я думаю, некоторые из вас встречались с моими фотографиями на просторах интернета. Я нахожусь сейчас здесь, в Кантиалахте, в месте проведения этапа Кубка Мира по биатлону. И согласилась оказать своему коллеге и приятелю Александру Круглову небольшую услугу и поснимать для вас небольшое количество видео, видео, возможно, даже интервью, чтобы держать вас кучу событий, как здесь происходит. Как вы знаете, болельщики на гонки допущены не будут. Кантиалахте уже известен тем, что билеты продавались, а зрители в итоге не попадали на гонки. Но, к сожалению, правительство Финляндии, как всегда, в последний момент приняло решение о том, что болельщиков пускать нельзя. И вообще по стране уже такая информация, рекомендация о том, что в регионах, где фаза ковида достигла ускорения или распространения, нужно отменять все массовые мероприятия с количеством участников больше 10 человек. Но пока нас не разгоняют. Надеюсь, гонки все-таки состоятся. Посмотрим. Огромный привет всем любителям и болельщикам биатлона из Пасмурного Хентеалахте. Буквально через час небольшим здесь состоится первая гонка первого. Это покупка мира по биатлону. Здесь морозно, минус один, без усадков и походу не предвидится. Будет лежать вас в курсе событий. Стадион пока пустой. Спортсмены только-только начинают подъезжать. Сервис бригаду уже заканчивают подкатывать лыжи. В общем-то ничего примечательного и интересного нет. Вот там, на большом-большом охране, вместо результатов. Какой-то интересной информации они публикуют. Информацию о том, как нужно бороться с коронавирусом. Телевизионщики должны устраивать свою альтературу. Ветривка нас подъехал. Ваня попросил, оператор. Холодно, блин. Руки морзнут. Пойду поснимаем инфекцион. Итак, в центр. В лучшие свои времена здесь. Просто яблоку некогда было упасть. Сейчас такие расстояния. Между столами все сидят по одному. За шермой сидят отгородившиеся представители IBU. С нами они практически не пересекаются. Сейчас здесь вот для представителей медиа. Накрыто столы. Изобилие не тресет, но прибежаться надо. Добавляем горячий супчик. Фок. Конечно, не хватит на пыль. Детербродную вуточку. Чуть свежу хлебушку. Дуба. Вот так стройно. И все, в принципе, эти локти очень хорошо формулили раньше. До прошлого сезона. Прям, мне кажется, конечно, с рукой зимой, но не хочется не сравниться. Было очень хорошо достойно. Здесь прям очень заметно, что организаторы готовились к проведению Кубка мира. Здесь должна была быть и палатка. Дальше. Знаменитая пьяная палатка. Что бросается в глаза? Просто какое-то невероятное количество туалетов. Они вот там все за ограждением, но их просто очень много. То есть ожидали гостей. Особенно, я думаю, что гостей из России. Вот здесь тоже опять туалет. Но, к сожалению, не получилось. Будем надеяться, что в следующий сезон получится всем попасть на любимого и папа. Субтитры создавал DimaTorzok